Всем привет! Сегодня снимаю видео о своих фаворитах декоративной косметики в мае месяце. Начну, как всегда, с тональной основы. В этом месяце для меня был фаворитом тональный крем. Ну, для меня... Я не знаю, почему он называется тональный крем. Для меня это лично мусс от Люкс, потому что, ну, реально, это мусс. Как его можно назвать кремом? Если вы его наносите на руку, он превращается в пудру. Это такое невесомое покрытие. В мае была жара, где-то полмесяца. И это действительно покрытие, которое вы не чувствуете. Это покрытие, которое довольно-таки неплохо матирует. То есть, вот это средство, вообще, оно, мне кажется, чуть ли не идеальным, конечно, может быть. Чего-то в нем не хватает. Если вам нужно супер плотное покрытие, оно вам его не даст. Но вот именно для лета, для жары, это покрытие идеальное. Оно очень легкое, невесомое и в то же время неплохо матирует. Среди пудр, так как, в принципе, вот это превращается своего рода в пудру тут же, поэтому пудрой как бы особо не пользовалась. Но для того, чтобы немножечко подсветить лицо, пользовалась пудрой с шариками от Avon, которые я в основном наносила, конечно же, на какие-то такие более сухие участки своей кожи. То есть, на Т-зон не наносила. Наносила именно вот на щечки, где-то какие-то блики создать. Среди консилеров в этом месяце как-то не хотелось никаких стиков, никаких таких твердых консилеров, поэтому пользовалась консилером. Ну, это какой-то китайский консилер с сайта Bindcoins, по-моему. Но хотелось именно вот такого, жидкого, который таким спонжиком наносится. Так как не хотелось под глаза как-то вот чего-то именно такого плотного. А этот консилер, он такой легенький, жиденький. Среди румян, опять же-таки, моя такая большая палеточка. И вот такой оттенок. Он такой, знаете, холодно-розово-персиковый. То есть, у него довольно-таки насыщенный оттенок. Он не бледно-розовый, он вот именно какой-то такой, даже я сказала бы, какой-то кораллово-персиковый у него оттенок. Среди туши у меня было два фаворита. Первый фаворит это Avon Spectralash. Такая тушь, которая здесь переключается. Это единственная тушь на данный момент, которая является у меня не силиконовой щеточкой. Хотя силиконовые щеточки я не люблю. И вот эта тушь единственная осталась у меня с нормальной щеточкой. Она, такая, знаете, повседневная тушь, которая нормально прочесывает, хорошо прокрашивает, дает нормальный объем, нормальную длину. Никаких суперэффектов. Просто нормальная повседневная тушь. И второй фаворит это Avon Color Trend Boost It. Это уже силиконовая щеточка с очень маленькими такими щетинками. Она, ну, наверное, потому что щетинки все-таки такие маленькие, она склеивает ресницы. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваши ресницы были склеены, нужно потом сразу же чем-то всю эту тушь снимать какой-нибудь чистой щеточкой. Но дает более тоже хороший объем, нормальную длину. Она просто очень хорошо как-то прокрашивает ресницы. Ну, вот я говорю, она ляпает, несмотря на то, что она уже у меня не новая, но она до сих пор ляпает на ресницах. Нужно их после этого прочесывать. Либо, если вы любите такие эффекты, прям таких ресниц сильно-сильно накрашенных, то тогда она будет вообще идеальной. Среди подводок для глаз уже фаворит не в первый раз. Это Avon Hollywood карандаш такой широкий. Есть в нем минус то, что он замыливается на тенях. Но можно, то есть, конечно, неудобно, но, например, вы красите, он начал замыливаться, обрукну, счистили все это дело и поехали дальше. И хорошо им рисовать стрелки, если вы не пользуетесь тенями, а просто рисуете стрелки, тогда вообще идеально. Так как это карандаш, он не очень жирный, он не будет отпечатываться на ваших глазах. Но, опять же, он не слишком сухой, не такой, который прямо царапает века, который еле-еле рисует. Он рисует достаточно хорошо, но на глазах не отпечатывается ничего, он не слишком жирный, хорошо рисует стрелки, хорошо рисует широкие стрелки, треугольнички в уголках. Очень хорошо, удобно рисовать для тех, кто не очень умеет все это дело делать. Среди теней два фаворита. В мае месяце так получилось, что у нас была такая перемена погоды. Полмесяца слишком жарко, полмесяца достаточно прохладно. И поэтому некоторые фавориты у меня вот такие двойные. Например, тени у меня два фаворита от Too Faced. Это Natural Eyes и Summer Eyes. То есть на прохладное время года пользовалась вот эта палетка Natural Eyes с такими более теплыми коричневыми оттенками. Когда было жарко и прямо-таки вот летом, можно сказать, тогда пользовалась Summer Eyes. Здесь такие уже более яркие оттенки. И розовый, и ярко-синий есть, и золотые такие оттенки. Среди губных помад тоже такой фаворит, который, в принципе, мой любимчик. Это помада Aven Ultra в оттенке Pout. Это такой припылено-розовый цвет. Так что, кто ищет такую помаду, она бывает не в каждом каталоге, я заметила. Я уже думала, что она пропала из каталогов. Но потом заметила, в каком-то каталоге она опять появилась, потом опять пропала. То есть ее нужно ловить. Среди блесков для губ это блеск от MAC в оттенке креми Pink А2 номер. Это блеск такой, действительно, он какой-то кремово-розовый. Он такой еле-еле, ну такой тепленький, еле заметный. Но на губах это больше глянцевый блеск с еле-еле заметным вот таким вот прекрасным оттеночком. И карандаш для губ, который подходит, в принципе, как раз под помадку Avon Pout. Это Avon розовый кашемир. Ой! Я сломала карандаш. Слишком сильно его выдвинула. Это такой светло-розовый оттенок. Он слегка перламутровый, но этот перламутр на губах как-то его незаметно. Среди лаков два фаворита, которые участвовали как бы в одном маникюре. Это Avon Nailwear Pro. Такой темно-синий в оттенке Inky Blue, который практически черный. И такой Cosmic Trip. Это такое больше покрытие, мне кажется. Потому что отдельно я уже рассказывала, что это выглядит как грязь с какими-то блесточками. Но вот если накрасить ногти вот этим темным цветом, а сверху нанести вот это покрытие, почему-то это покрытие красиво смотрится на темных ноготках, я заметила. Вот именно на светлых оно выглядит так, что, знаете, он превращает светлый оттенок в более темный, плюс какие-то небольшие блестки, которые не очень блестят. А вот на темном лаке эти блестки, они вот именно начинают как-то поблескивать. И два фаворита моих последних среди парфюмов. Опять же таки, потому что май был то теплый, то холодный. В теплое и жаркое время года я пользовалась Perceive Soleil парфюмчиком. Это аромат для меня, аромат белого чая. Такой нежный, легкий, ну просто классный. И на более холодное время года я пользовалась Avon in Bloom. Это уже цветочный аромат. Он не тяжелый, но вот чисто такой цветочный. Женственный аромат. Классный. Вот и все мои фавориты в этом месяце. Кому понравилось это видео, ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.